Сегодня третий день. Первый день мы с вами смотрели Грозный. Второй день мы ездили в горы на красивейшее озеро. Смотрите выпуски. И я начал свой маршрут с водопадов. Ребята, смотрим выпуск. Начинаем с водопадов и едем дальше смотреть природные достопримечательности. Поэтому приглашаю отправиться вас в это путешествие вместе со мной и смотреть чем нас удивит Чечня. Сегодня Чеченская Республика предлагает множество интересных туристических маршрутов и экскурсий. По дороге из Грозного к Цойпеде можно оказаться в живописном горном ущелье и увидеть одно из природных чудес Чечни. Нихалоевские, они же Нихалойские, водопады. Каскад состоит из 12 водопадов, стекающих в реку Аргун. Высота самого маленького 2 метра, а самого большого 32. С верхней точки маршрута открывается вид на Аргунское ущелье, скалистые горы и узкую реку, петляющую внизу под мостом. Спуститесь к первым 3 водопадам по металлическим лестницам. Самые ловкие могут перейти неглубокую речку, чтобы сделать еще лучшие кадры. Но это не все. Ваш путь только начинается. Вам надо будет подняться обратно и продолжить идти по ущелью к самым красивым каскадам. Путь не длинный, но вам нужно будет подняться по нескольким крутым лестницам и возможно намочить ноги. Вы пойдете по узкому ущелью в сопровождении шума падающей воды. Это популярное место среди туристов, поэтому не рассчитывайте остаться здесь один на один с природой. Несколько поворотов и подъемов. И перед вами откроются невероятные виды падающих полос водопадов. Здесь всего в часе езды от жаркого Грозного совершенно другой микроклимат. Влажный воздух, комфортная температура, отсутствие ветра. На территории, ребята, здесь все оборудовано цивильно. Есть мостики такие. Но как бы испачкаться все равно можно. Много речных вот таких потоков, небольших, которые нужно переходить. Поэтому рассчитывайте, что может понадобиться смертная одежда. Есть беседки и куда без шашлыка. Конечно, здесь можно арендовать беседочку такую и пожарить шашлычок. А сейчас самое время, чтобы отправиться за правдой и справедливостью к нашему следующему пункту назначения. По дороге в Итум-Кали можно увидеть одну из самых известных исторических достопримечательностей Чечни. Старинные каменные башни-близнецы, встроенные в скальную нишу, датируемые 11-12 веками. У башен по три стены, сложенные из песчаника. Четвертая – это скала. Крыша – огромный козырек скалистой горы Селинлам. В башнях по четыре этажа. Арочный проем, он же вход. А на самом верху – бойницы. Вход находился на высоте 2,5 метра. Напишите, кстати, в комментариях ваши идеи, почему вход находился не на уровне человеческих ног. Согласно преданию, в ушкалузских башнях заседал совет мудрецов, к которым горцы со всей округи приходили в поисках правды и справедливости. Сложно, наверное, сюда было добраться, когда рядом с башнями бушуют борные воды реки Аргун. Предлагаю вам написать ваши версии функции этих башен, а я напишу свою. Башни, скорее всего, имели оборонительную функцию. Об этом свидетельствуют бойницы. Узкие отверстия наверху башни, откуда можно было кидать копья, стрелять из лука или бросать камни. При этом оставаться наиболее защищенным. Вход на высоте не позволял незаметно проникнуть в башню или разбить дверь, что также говорит о защитной функции башни. И как я уже говорил в предыдущем видео, в горах башни выполняли функцию связи между собой. С верхних этажей одной башни смотрящий должен был видеть другую, чтобы в случае опасности сигнализировать сверху огнем. Мы продолжаем наше историческое путешествие и отправляемся дальше в средневековый замок. Как и башни, он был восстановлен. И сейчас предстает перед нами в его первоначальном обличии Пхакоч замковый комплекс, находящийся в 8 километрах выше по дороге. По некоторым данным, его строили в 11-12 веках предки современных чеченцев, на дороге, ведущей в Грузию и Дагестан. Входя в замок, вы переноситесь в прошлое. Здесь несколько боевых и жилых башен, высокая каменная стена и мельница. Невозможно не заметить маленькие входные двери. Здесь хранятся оригинальные предметы быта, труда, сражений. Их возраст от 100 лет и старше. Есть медный кувшин, которому более 500 лет. И томогавк, возрастом более 1000 лет. На нем есть надрезы, которые, скорее всего, говорят о количестве убитых врагов. Для меня было большим удивлением, когда я узнал, что здесь, в Чечне, строят горнолыжку. Ребята, до 2025 года вот это место, ведучи, или ведучи, ну, я думаю, что я его праздник правильно произношу, ведучи, здесь должны построить всесезонный комплекс. И здесь будут канатные дороги. Вот тут недалеко, рядышком, стоят столбы. Еще на них нет канаток. Но я предполагаю, что скоро будут установлены канатные дороги. И когда здесь сделают горнолыжку, с вот этим вот всем, что вокруг, это будет просто бомба. И у Чечни, конечно, гигантские перспективы. Наверху уже есть отель, ресторан. Офигенные виды вокруг. И я уверен, что через несколько лет, ну, по плану, до 2025-го закончить, я уверен, что вот в течение нескольких лет, когда они сделают, это место просто будет бомба. Сюда привлекли инвестиции для создания горнолыжного курорта мирового уровня. Пока курорт находится на стадии строительства, само место и близость к аэропорту говорит о том, что курорт в будущем может претендовать на звание одного из лучших горнолыжных курортов России. Но это будущее. А пока ждем. И получаем удовольствие от Чечни настоящей. Чечни настоящей. Субтитры создавал DimaTorzok